Друзья, приветствую всех! Это «Набело», как всегда, в этот день, в этот час. Я Станислав Белковский снова с вами. Будем обсуждать события последней недели, но не забудьте, пожалуйста, что для нас очень важны ваши подписки на канал Станислава Белковского, YouTube-канал, на канал «Власть vs. Лащенко», и, конечно же, шерите, передавайте другим эти видео. Ваша поддержка для нас очень важна. Стас? Да, всем привет! Привет, Наташа! Я на всякий случай скажу, что только что два дня назад была премьера очередного эпизода проекта «Киноагент» на канале Белковский, где мы теперь делаем его с крупнейшим кинокритиком Зинаидой Пронченко. Поэтому это некое новое качество, которое влечет ваше внимание, поэтому смотрите «Киноагента», подписывайтесь на канал Белковский. Зинаида моя любимица, я редко люблю женщин, признаюсь, но вот как раз в ее случае я с удовольствием и читаю ее, и смотрю, и она действительно одна из самых остроумных женщин, может быть, даже вот этого времени. Поэтому я тебе прям завидую, что она с тобой ведет эту программу. Итак, вернемся к событиям, и начну я, конечно, с самолета, который упал в Белгородской области, взорвался. Ну, история чрезвычайно мутная, потому что с российской стороны дают одну информацию, украинская сторона дает другую, но никаких доказательств, что там были наши пленные, которые летели на обмен, вообще нет. Ну, это просто вот, поверьте мне, на слово Песков просит. Но Песков верить на слово и себя не уважать называется. Поэтому непонятно, что на самом деле произошло. Единственное, что мне говорят военные, что очень был сильный взрыв, что говорит о том, что там таки были, наверное, какие-то ракеты. И плюс, ну, это не Патриот, а у нас нет другого оружия, которое так далеко бьет. Это что-то другое. Вот кто сбил самолет и что там произошло, вот вопрос остается открытым. Ну, кто сбил самолет, мы, так сказать, знаем еще не сразу. И кто находился на борту, что, так сказать, насколько я анализирую весь информационный поток, собственно, украинская сторона и не отрицает, особенно, что у нас сбился самолет. Вопрос в том, как это произошло и почему. И действительно перевозил ли он пленных на обмен, и была ли об этом соответствующая официальная информация, или перевозил что-то другое, или возвращался вообще, а не летел в Белгород. И, собственно, вот члены фан-клуба спецоперации «Зет», которые требуют доведения до победного конца, чтобы этот победный конец для кого не означал, они скорее привлекают внимание к тому, что крушение 76-го означает, опять же, очень слабую работу российских ПВО. И, в общем, для этой социально-психологической страты важно не то, кто сбил самолет, а то, что на нем находилось, а то, что, в принципе, это было возможно, и, значит, летать над территорией РФ в областях прилегающих непосредственно границах, международно признанной границей с Украиной, весьма небезопасно. Это важнейший вывод из происходящего. То есть, да, Кремль смог в достаточной степени укрепить ПВО в Москве и вокруг нее, но в других регионах с этим все не здорово. О чем, что продемонстрировали события в порту Усть-Луги на минувшей неделе, где, значит, беспилотники взорвали нефтяной терминал компании «НоваТЭК», то весьма близко к Владимиру Ильичу Путину, хотя, собственно, крупных корпораций неблизких Путину в РФ уже не осталось. Поэтому этих оговорок можно не делать, этих характеристик не приводить. Но в любом случае, если мы посмотрим на это с высоты полета НИЛ-76, а даже несколько выше, естественно, даже если это эксцесс исполнителя, при сети центричной войны и сетевой системе управления войсками, которая существует в Украине, это вполне возможно, все равно главная моральная ответственность лежит на том, кто начал войну. А кто начал войну, мы хорошо знаем. Ну, а Владимир Путин, как всегда, он в последнее время много выступает, много рассказывает, видимо, себя неплохо чувствует, почему-то доволен собой весьма говорит о том, что сегодня на фронте воюют более 600 тысяч человек. Это действительно, если так представить себе, это огромная вообще цифра. Ну, понятно, Россия большая страна, они могут и больше мобилизовать. И это говорит только о том, как тяжело, необыкновенно нам сегодня это все сдерживать. И, конечно же, опять встает вопрос о помощи. А тут вот как раз с помощью все становится, все чудесати и чудесати, как говорила известная героиня. Штонпост опубликовала, так сказать, новость о том, что США разрабатывает стратегию помощи Украине на 2024 год. И подчеркивается, что она будет сосредоточена на отражении новых атак, укреплении вооруженных сил, но не от воевания, так сказать, захваченных территорий. Это там подчеркивается отдельно. То есть, получается так, что Соединенные Штаты Америки меняют как бы свою стратегию по отношению и задачи по отношению к Украине. Да, это стратегия администрации Байдена, которая должна быть одобрена нынешней весной. Она стоит из четырех основных направлений. Три из код. Первое – это борьба. Второе – сдерживание. Третье – восстановление и четвертая реформа. То есть, предполагается, что уже в этом году, в 2024, в 2024 Украина может перейти к, ну, я говорю, что термин восстановления экономики не вполне корректен, поскольку речь идет не о возвращении к тому, что было до войны, а строительстве новой экономики. Но, тем не менее, будем использовать условное восстановление, пока мы не придумали чего-то однозначно лучшего. И реформа – это, опять же, адаптация украинской политической экономической системы под дальнейшую евроинтеграцию и вступление в Североатлантический альянс, который с повестки дня не снят. Это отчасти, кстати, это план Папы Римского Франциска, который он продвигал по последние месяцы, в том числе на уровне Джозефа Байдена и Энтони Блинкена. Ну, отчасти. В основном, это, естественно, творчество самой американской администрации. В данном случае я считаю, что Вашингтон-Пост можно верить. Это совпало, кстати, с сообщениями Блумберга о том, что Владимир Путин вновь закидывал удочки на предмет прекращения огня и перемирия, что я считаю достоверным. Это было известно еще в ноябре, потом в декабре это публиковалось в Нью-Йорк Таймс и сейчас уже в Блумберге. Поэтому, да, я думаю, что это вполне реалистичный ход событий. Но здесь все-таки важно, когда будет разблокировано финансово, как будет разблокирован пакет военно-экономической помощи на общую сумму 60 миллиардов долларов, половина предназначена для обеспечения боевых действий, а половина именно для восстановления Украины и финансирования реформ. Кстати, это неудачное слово «восстановление» означает в том числе и строительство новых оборонно-промышленных объектов на территории Украины, с тем, чтобы собственное производство оружия и боеприпасов в Украине в ближайшие годы сравнялось приблизительно с тем, что делается в ЭРФ. Это одна из декларированных американских целей. И хотя, с одной стороны, нам еще сообщают, что Дональд Трамп, который имеет большое влияние нынче на республиканскую партию, выигра в праймере с Вайови и Нью-Хэмпшири и оставшись почти без конкурентов республиканской партии после снятия Рона де Сантеса, он требует, чтобы все рассматривалось в пакете, чтобы не давать Джозефу Байдену козырей в области миграционной политики. Но, с другой стороны, все-таки такие олдскульные, традиционные республиканцы, крича Митча Маконова и лидера республиканцев в Сенате и многих других, они, безусловно, за то, чтобы поддержать Украину, даже разнеся по разным законопроектам пакет помощи Украине, Израилю и миграционные вопросы. И, наконец, только вчера СНН сообщила нам, что, наконец, в Сенат вносится, подготовленный Джозефом Байденом, пакет о миграционной реформе, который содержит ряд существенных шагов навстречу республиканцам, в том числе сокращение времени рассмотрения убежища для иммигрантов с 10 лет до 6 месяцев, и там ужесточение режимом пересечения границы. При этом для Байдена, безусловно, очень важно, чтобы эти решения реализовывались федеральными силовиками, подчиненными подконтрольными ему, а не губернаторами с помощью войск нацгвардии, которые подчиняются губернаторам. И сейчас, как мы знаем, не только нацгвардия в Техасе, в самом естественном, поскольку он находится непосредственно на границе с Мексикой, и там наименее спокойный губернатор Грэг Эбботт рвет и мечет. Хотя, честно, речь об отделении Техаса от США не стоит. Это, так сказать, разные взволнованные наблюдатели и пропагандисты в разных лагерях слишком перевозбудились на эту тему. Речь идет только о самообороне в пределах Конституции. Но Байдену важно восстановить этот порядок, тем тем более, что губернаторы 25 республиканских штатов согласились направить и свои силы нацгвардии в Техас. И вот Байдену очень важно восстановить этот процесс, когда силовые решения принимаются без Белого дома и не контролируются им. Поэтому я надеюсь, что в связи с этой инициативой все же помощь Украине будет в ближайшее время разблокирована, потому что это отвечает жизненно важным интересам США самих. Здесь речь не идет о каком-то жалости и сострадании к Украине, хотя и об этом тоже, о том, что если Америка не одобрит этот пакет, то ее лидерству на международном арене будет нанесен весьма осязаемый ущерб. Кстати, вчера было много шуточек на эту тему, вроде Техас наш и прочее. Поэтому я хочу тебя спросить, насколько с твоей точки зрения полномочия и закон позволяют разным губернаторам, потому что, как известно, у каждого штата свой закон, вот так вот бузить и принимать какие-то решения вне Белого дома? Вполне позволяет, и это прекрасно. В этом и состоит американская демократия и американская модель демократии. Когда ты в России так был в 90-е годы 20-го века, в лучшем случае в самом начале нулевых, когда Владимир Путин еще недостаточно оперился. Это превосходно, это великолепно. То есть в этом хаосе состоится, в управляемом хаосе состоится суть и смысл демократии. Когда разные ветви власти равновешивают друг друга, и разные уровни власти равновешивают друг друга. Кстати, Грэг Эббетт, губернатор Техаса, он еще в юности получил перелом позвоночника. Он человек с ограниченными возможностями, передвигается на коляске, что не мешает ему не только быть губернатором, но и остановиться сегодня одной из ключевых внутриполитических звезд США. Всякая звезда внутренней политики США – это сразу и звезда международная. В свое время у меня была такая организация «Институт национальной стратегии», созданная в РФ, а потом и в Украине тоже был «Институт национальной стратегии Украины», несколько лет существовал. Я работал, и в этом году институту исполняется 20 лет, правда, 10 из них последний, я уже не имею к нему отношения, даже больше, чем 10. И там была идея у моих сотрудников, что в выборах президента США должен участвовать весь мир. Ну, раз Соединенные Штаты – глобальная держава, от которой зависят судьбы всего мира и каждой страны, то каждая страна и должна получить небольшую квоту выборщиков на то, чтобы участвовать в определении судьбы этих выборов. И в каждой шутке, в данном случае, есть доля правды. Действительно, все, что происходит в США, прямо или косвенно затрагивает огромное число интересов в разных странах, от чего, собственно, и пытается убежать Владимир Владимирович Путин. Он хочет так изолироваться, окуклиться, чтобы от позиции США в его судьбе ничего не зависело. У него это не получится. Хотя я согласен с тем, что американцентричного мира в старом виде и формате уже не будет, просто потому что классическое государство не будет играть в ближайшие десятилетия этой роли, что оно играло со времен становления национальных государств. Сначала с 30-летней войны Вестфальского мира, а потом в период после Великой Французской революции. Но все равно технологическая революция закрыться можно, но очень сложно. Она будет продолжаться, и США будут играть в этом все равно ведущую роль, потому что все равно эта страна максимально привлекательная, выражаясь суконным паранаучным языком, для концентрации человеческого капитала. А выражаясь языком более человеческим, страна, которая притягивает талантливых людей все равно со всего мира. И не будет же какой-нибудь, так сказать, новатор, разработчик, талант в любой сфере стремиться реализовываться в Китае, например, или в Путинскую Российскую Федерацию. Он будет стремиться все равно в США и евроатлантический мир. И в этом состоит залог того, что роль США на международной арене полностью утрачена не будет, хотя и будет, естественно, серьезно трансформировано сообразно глобальным трендом. Я с тобой абсолютно согласна. И хочу еще обратить внимание наших зрителей на новый, так сказать, тренд в России, а может быть и не новый. С одной стороны, он старается изолировать всех людей, которые выступают против, вот закон по имуществу проголосован, как мы уже говорили, на агентов. А с другой стороны, он всех участников СВО делает новой элиты. То есть он говорит, что они будут преподавать в школе, даже те, кто был трактористами после никаких-то там курсов. Он говорит, что они будут историю детям преподавать, физкультуру, еще что-то и так далее. То есть он людей, которые убивали в чужой стране, делает, так сказать, наставниками детей. Что говорит, само по себе, более того, он говорит, что настоящую лицу страны нужно формировать из участников СВО, а не тех чудиков, которые обнажают свои гениталии, как он сказал. То есть это я цитирую близко к тексту. Вот не дает ему покоя туалеты обнаженной гениталии. Безусловно. Мы обсуждали, что это глубокие психологические травмы детства, помноженные на анальный характер. Но здесь уточнение. Государственная дума в РФ проголосовала закон о конфискации имущества людей, обвиненных в фейках, а не на агентов еще пока, а людей, которые получили сроки по уголовным статьям о фейках в отношении вооруженных сил, о клевете на вооруженные силы и вообще о призывах, направленных против безопасности государства. Это статья 280, которая может трактоваться сколь угодно широко. Но до иноагентов дело дойдет. Известный отравитель депутата Андрей Луговой, он сейчас очень активно, поскольку он стал невыездным очень давно, еще до начала Четвертой мировой войны в связи с его предполагаемым участием в убийстве Александра Литвиненко в Лондоне. Он, конечно, очень завидует всем людям, которым удалось из путинской РФ вырваться. И он намерен отомстить им по полной прогрессии. Ну, собственно, он выразитель кремлевской линии, он сам по себе ничего не значит. Но как исполнитель, Путин же всегда назначает исполнителями каких-то мрачных дел, людей, у которых есть в этом прямая личная заинтересованность. Вот, например, в расследовании по уголовному делу Владимира Карамурзы, известного российского политзаключенного, занимались люди, которые при помощи Карамурзы были внесены в список Магнитского, и с приговора ему выносил судья, который попал в список Магнитского. Ясно, что эти люди были поисполнены глубоким стремлением отомстить Карамурзе, и поэтому впаяли ему гигантские 25 лет. Ни за что 10 дают, как был анекдот в сталинских временах. Тут дали 25, при этом это редчайший случай даже для путинской РФ, когда сколько прокуратура попросила, столько и дали. Даже для порядка не скостили хотя бы год-два, как это обычно делают. Или, например, берем пример из параллельной области. Есть такой конституционный суд в РФ, что само по себе забавно, и у него есть председатель Валерий Дмитриевич Зоркин. Зоркина Путин сделал председателем конституционного суда в 2002 году. Не случайно, потому что главой этого органа должен был стать именно тот судья конституционного суда, который ельцинскую конституцию ненавидит. А ненавидит он ее потому, что его принятие в 1993 году совпало с большим для Зоркина унижением. Он тогда лишился должности председателя конституционного суда и долгое время пребывал где-то в апалии на периферии. Я слышу, что при Путине такой человек сел бы лет на 20, но при Ельцине ничего с ним не случилось, и он дожил до обратного избрания в конституционный суд, и поэтому попрошить конституцию, чтобы ее насиловать и издеваться над ней, именно такой председатель конституционного суда все его личные мотивации было нужно. Так и депутат Луговой. Он имеет огромную личную мотивацию отомстить всем, кто успел убежать из мышеловки, прежде чем она захлопнулась. Поэтому сейчас он внес законопроект о том, что родственники иноагентов, их родители, дети и супруги должны будут отчитываться о доходах и имуществе, тем самым фактически приобретут, пусть даже неформальный, статус иноагентов тоже. А следующее, что иноагент не может переоформлять собственность на территории РФ, не находясь физически в РФ. А физически в РФ это значит в тюрьме. И никак иначе. Поэтому кольцо сжимается, и естественно все иноагенты, я тоже иноагент, дословно в скором будущем будут полностью исключены из экономического пространства РФ. То есть ни экономических отношений с субъектами российской экономики, ни собственности, ни доходов, ничего иноагенты иметь не должны. Должны быть полностью выброшены из российской жизни, как будто к РФ они не имеют никакого отношения. Вероятно, это логичная, совершенно и закономерная стадия развития путинского тоталитаризма. Так и есть. Игорь Стрелков... Скажу вдогонку про тех, кто будет преподавать в школах против трактористов, я ничего не имею. Более пикантно, что это люди с судимостями за тяжелые преступления, которые с них были сняты, когда они отправились на украинские фронта. И поэтому посмотрим, что выльется в преподавании таких людей в школах, и будем ли мы наблюдать заметный всплеск педофильских инцидентов. Игорь Стрелков, которого мы с тобой не раз вспоминали в наших программах, получил 4 года. Я, например, предвидела это, потому что, учитывая, что большинство его сотоварищей, выражаясь языком предводителя, уже давно замочены в сортире, Гиркин тоже, в общем-то, бедный Гиркин, лучше бы ему не жить, как говорил Жириновский. И у него, мне кажется, есть все шансы не попасть, так сказать, в ГАГу. Ну, нет, я имею в виду, что где-нибудь на пересылке, на переходе его просто тоже грохнуто все. Я думаю, что для этого его и посадили. Нет, я думаю, что если бы его хотели грохнуть, его бы и грохнули. Просто его коллег-то грохнули за пределами РФ, там где-то в ДНР, ЛНР, и там поэтому концов не найдешь. А, естественно, на территории РФ убивать такого человека это не совсем путинский стиль. Убивать Бориса Немцова можно, но для этого существуют специально обученные люди. А Геркин все-таки, он всегда был сторонником войны до победного конца. И, конечно, я никому не желаю тюрьмы, не дай бог, но все-таки надо признать, что он получил гораздо меньше, чем заслуживал по совокупности других своих действий. Разумеется. И поэтому должен благодарить Владимира Ивановича Путина. Причем некоторые около кремлевские ораторы уже прямо транслировали определенную линию, чтобы успокоить сообщество Геркина-Любов и Геркина-Филов, которое небольшое, но весьма активное. Что, я скажу, тем самым спасли Геркину жизнь. Спасли жизнь. Потому что, если бы его не посадили на 4 года, то он разделил бы участь Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского и так далее. То есть был бы замочен украинскими спецслужбами, как все-таки фигура знаковая. А так вот он уцелеет благодаря российской тюрьме. Ну, 4 года небольшой срок, выйдет же когда-нибудь. Также, кстати, дали вот этой девочке Дарья Трепова, по-моему, 28 лет. Ну, потому что, если участник СВО убивает свою жену где-нибудь в деревне, ему дают там 4 года. А если Дарья Трепова, так сказать, как она говорит, случайно убила Татарского, потому что она думала, что... Ну, она не знала, что взрывчатка находится в статуэтке. Ей 28 лет. Ну, не оправдан, по-моему, жесткий срок. 27 все-таки лет. Справедливости ради, не 28. 28 это комсомольский возраст. Понятно, откуда сейчас взялась такая ассоциация. Вот. 27 лет. Да, притом я верю в то, я склонен доверять тому, что Дарья Трепова не знала, что она делает. Ну, просто потому, что во время суда было понятно, что если бы она знала, что она делает, она бы не согласилась это сделать. Она бы испугалась. У нее не было личной цели убить военкора Фомина, он же Владлен Татарский. Ну, это демонстративная жестокость, чтобы показать, что вы, так сказать, даже не подступаетесь к этому. Что кто, если бы будет, так сказать, неосторожно себя вести, то вот не сносить ему голову. Естественно, в фан-клубе спецоперации Z по этому поводу это приговора огромная радость. Сопоставимый всплеск ярости наблюдается только в стремлении уволить проводницу и даже возбудить по уголовной делу против проводницы, которую выкинуло из поезда Ката Твикса. При этом Ката Твикса очень жалко, и я согласен с тем, что когда 300 волонтеров искали Ката Твикса выброшенного из поезда, это очень хорошо, это отражает постгуманистический тренд, но какая волна ненависти обрушилась на несчастную женщину, которая виновата, если и виновата, то гораздо-гораздо меньше, чем тот человек, который перевозил кота и утратил над ним контроль, видимо, под влиянием алкоголя или что-то еще. Это тоже не может радовать. Это очень печальная история. Я лично включился в кампанию по защите проводницы, чтобы хотел протестировать, будет ли у меня много единомышленников. Сейчас скоро увидим. Ну, мне эта история кажется абсолютно такой постмодернистской и безумной. Ну, знаешь, там уголовное дело уже завели против проводницы, еще что-то. Ну, какой-то... Ты знаешь, единственная государственная должность, на которую я бы когда-нибудь претендовал, если у меня будет такая возможность этого полномочия на правом животных, я согласен, что жизнь животных надо защищать гораздо серьезнее, чем это делать сейчас, но это, я говорю, вина проводницы слишком невелика во всей этой истории. А человек, который реально виноват, он тем самым как-то выскакивает из дела, как будто это его не касается. Очень медленно Европа и не Европа меняют свой военный тренд под влиянием того, что происходит агрессия России. И вчера пришла новость о том, что США впервые за 15 лет будут размещать ядерное оружие в Британии. Ну, это такой ответ на то, что сейчас происходит. И я думаю, что вообще ядерная позиция многих стран, вот хотелось с тобой это обсудить, будет в ближайший год-два-три очень сильно меняться. Разумеется, будут наращиваться вооруженные силы. Вот начальник генштаба британских войск генерал Патрик Сандер заявил, что надо увеличить армию срочно с 70 до 120 тысяч. И, возможно, вернуться частично к призыву, отказавшись от полностью профессиональной армии. Такие же настроения в Германии. И хотя Риша Сунак, премьер-министр Великобритании, эта опровергка сказала, ну, с другой стороны, век Риша Сунака не долг. Я думаю, что уже к концу года он лишится власти, поскольку на парламентских выборах консервативная партия явно проиграет лейбористам. По всем вопросам их разрыв между ними слишком велик, и вряд ли случатся, ну, конечно, всякие черные лебеди возможны, но вряд ли этот разрыв будет максимально драматически сокращен до конца года. А сама проблема в восстановлении военного потенциала, она никуда не денется, она рассчитана на годы вперед. Ясно, что сейчас и военная часть политического эстеблишмента европейских стран специально запугивают самих себя и окружающих, преувеличивая военную угрозу со стороны Владимира Путина, на мой взгляд. Но это неизбежно тоже, потому что ее надо преувеличивать для того, чтобы, наконец, народы и элиты отнеслись к этому серьезно и поняли, что здесь надо вкладывать большие деньги и реандустриализацию, и расширение войск. И главное, психологическую подготовку к такого типа сюжетам, потому что последние опросы показали, что не только в рыхлой, расслабленной Германии, но и, казалось бы, в таком мобилизованном психологически национальном государстве, как Польша, не больше 20% мужского населения готовы идти воевать за свою страну по опросам. Она-то как-то все-таки напомнит о том, что иногда это приходится делать. А если кто-то не хочет воевать за... Как говорится, кто не будет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. Все это так. Как и в Украине, Теложнавская тоже начался очень серьезный диалог по поводу восстановления экономики и о создании военно-промышленного комплекса. Ну, у нас же есть как бы три беды, да, у нас коррупция, которая традиционная, классическая, за 30 лет сформировалась колоссальная. У нас война и уничтоженная часть, так сказать, особенно на Востоке, как мы уже говорили, вся металлургия уничтожена. Ну, и третье, это взаимоотношения государства и бизнеса. Очень обострилась, ну, там был арестован Мазеп, и потом он выстрел, это один из таких наших больших бизнесменов. И по этому поводу Зеленский собрал бизнес, с ним, с ним еще много говорил, он сказал, что он озабочен, так сказать, взаимоотношениями. И если это честное соглашение, то есть честные налоги и все остальное, то государство тоже готово поддержать бизнес. И сейчас идет такой диалог, нужно ли пускать иностранных инвесторов, делать для них особые условия, особые налоги и прочее, прочее, потому что без помощи иностранных инвесторов мы все равно ничего не поднимем. Хотя я вчера говорила с профессором Игорем Липсицем, он говорит, что это все, так сказать, мечты. Кроме украинцев, никто свою экономику сам не поднимет. Инвестору сейчас, дескать, невыгодно приходить в Украину. Сейчас это просто невозможно, потому что идут боевые действия высокой интенсивности. Поэтому я думаю, что всякие реализации условно-восстановительных, а на самом деле созидательных с нуля программ может начаться только в условиях прекращения огня. И это, собственно, главный ключевой вопрос, удастся ли этого добиться. В 2024 году готовы ли к этому Украина в том числе. А, конечно, инвесторы придут, кое-каку не будем называть, что еще где-то на горизонте маячат 300 миллиардов долларов арестованных российских активов. Да, изъять их будет непросто, но уже Конгресс США приступает к рассмотрению акта, который позволит президент США конфисковать, но в США-то меньшая часть этих активов, значительная меньшая часть, основная часть в Европе. Европа пока еще к этому не приступила. И это потребует очень серьезные череды законодательных и прочих шагов, но в конечном счете этим дело и закончится. Поэтому деньги с Запада так или иначе придут. Для Запада и США в первую очередь самое главное это вопрос контроля над этими деньгами и эффективного механизма оценки эффективности инвестиций, для чего, вероятно, частично заниматься условным восстановлением Украины будут некие наднациональные структуры, а не исключительно украинское правительство. Достаточно тяжелая ситуация по-прежнему в Израиле. Нетаньяго назвал возмутительным заявление о геноциде в секторе газа. Мы знаем, что там ООН говорило, погиб 21 человек, по-моему, молодых людей, израильтян молодых, при попытках минировать территорию, они там разграничение какое-то делали. Ну и сейчас опять же стоит острый вопрос, а что будет дальше с этим сектором газа. Поэтому обвинение о геноциде по отношению к Израилю это, конечно, интересная тема. Как ты дальше прогнозируешь развитие этих событий? Есть первичное решение Международного уголовного суда в Гаге, где Израиль не признали виновным в геноциде. Вернее, суд еще решил, что обстоятельства не исследованы. Поэтому на сегодняшний день никакого решения по этому поводу быть не может. Вместе с тем призвав Израиль соблюдать права гражданского населения газа и заботиться о нем. Здесь для Биби Нетаньягу не последняя вещь ключевой вопрос сохранения власти. Потому что если война быстро закончится то сразу начнется наконец расследование ситуации по какой причине она так неблагоприятно для Израиля началась. Какова мера виновности в этом израильского правительства не только в том смысле что проспали и не только в том смысле что юридическая реформа которую проводил Биби Нетаньягу даже не столько по собственной воле инициативе сколько в угоду своим партнерам таким более радикальным партнерам поправящей коалиции внесла раскол и восстановила военный истеблишмент против политического что тоже сыграло свою роль но и в том что как правильно заметил Жозеп Боррель 76-летний верховный комиссар ЕС по международным делам политики и безопасности именно при Биби Нетаньягу с момента его воцарения в 2009 году Израиль активно подкармливал Хамас фактически стимулировал закрепление контроля Хамаса над сектором газа исходя из расчета что раскол палестинской власти когда Фатх контролирует условно контролирует часть западного берега реки Иордан а Хамас сектор газа позволит Израилю избежать ответа на вопрос о концепции срока создания палестинского государства поскольку если нет никакого единого субъекта с которым можно договариваться то нечего и обсуждать поэтому вам для того чтобы избежать ну то чтобы это расследование отложить максимально и для того чтобы а сейчас кроме того там по всем рейтингам Биби Нетаньягу может потерять власть не только на выборах но даже и в нынешнем составе КНЕС это вполне есть вызревает устойчивый контрольный пакет людей считающих что можно без перевыбора сформировать новые правительства но уже без Нетаньягу во главе поэтому для него все таки важно военные действия еще потянуть и некоторые сюжеты сознательно заострить и обострить именно поэтому он заявляет что нет не будет никогда палестинского государства на мой взгляд он не верит в то что говорит он прекрасно понимает что он когда-то будет но сейчас ему нужно для того чтобы продлить свое политическое существование во главе израильского правительства нужны всякие хитрые ходы и пасы которые не всегда в полной мере на мой взгляд отвечают национальным интересам Израиля ну посмотрим что будет Израиль демократическое государство точнее Российская Федерация не Китай поэтому там все это все понимают обсуждается открыто в медиа кипит и бурлит политический истеблишмент поэтому естественно возможности манипулировать ситуации здесь у действующей власти тоже весьма ограничены да кстати Израиль это один из таких положительных примеров как во время войны сохраняется демократия полная политическая полная абсолютно я очень много общаюсь с израильскими экспертами они говорят в эфире в эфире все что считают нужным абсолютно и бидно по людям что их ничего не сдерживает хочу с тобой поговорить также о том что ряд российских артистов причем что интерес на все они и на агенты выдворяется из разных стран Моргенштерна из Эмиратов наши друзья Би-2 были задержаны в Таиланде не получил разрешения на концерт Галкин в Индонезии который хотел выступить в Бали и что характерно это российские консулы которые пишут письма просят о том чтобы их не принимали о том чтобы их выдворяли и так далее но в частности Галкину даже показывали письмо российского консула в Индонезии то есть что дана команда загонять всех этих людей не давать им возможности работать Разумеется конечно то есть их блокируют экономически полностью в России соответственно возможности обрезать все возможности зарабатывать деньги за ее пределы но я то что на евроатлантический мир это все не распространяется где-нибудь в США все эти артисты могут совершенно спокойно где достаточно большое русскоязычное комьюнити могут выступать и никто этому не помешает там где можно испортить и навредить там естественно Рев где это делают причем это же не политические кляузы за это слив компромата грубо говоря в отношении Моргенштерна насколько я понимаю там российские власти сообщили в Дубае что он подал находить в Дубае на израильский паспорт что если это Дубай не порадовал с Галкиным то же самое с Максимом Александровичем консул видимо написал что Галкин является гражданином Израиля что в Индонезии не приветствуется он же въезжал туда по российскому паспорту соответствующей визы вот это письмо о том что он гражданин Израиля оно и сыграло свою руковую руку что уж там писал консул на Пхукете в Таиланде в отношении Би-2 я не знаю но да борьба идет не по-детски потому что Путин ясно дал указание что инагенты должны лишиться всех источников доходов по максимуму какие у них только есть и как сказал об этом депутат Андрей Луговой вольно интерпретируя позицию своего топ-босса сдохнуть на чужбине как последние собаки я мне уже приходилось обращать внимание что я категорически против использования собак и вообще животных в негативном контексте и вообще собачья смерть которые так часто которые так часто пугают разных людей это явление прекрасное по сравнению с человеческой смертью потому что собака не испытывает физического страха смерти она знает заранее когда она умрет и умирает с полным сознанием выполненного долга реализованного жизненного задания поэтому о собачьей смерти можно только мечтать особенно тем людям которые так умножают свои грехи терроризируя себе подобных какие события на этой неделе привлекли твое внимание наконец сделан важный шаг в направлении во-первых признания рака неврологическим заболеваниям и вообще психосоматических теорий и практик в целом неожиданно впыхнула полемика в мировом медицинском сообществе о том можно ли переименовать рак в некоторых случаях когда речь не идет о столь тяжелом заболевании как кажется на первый взгляд особенно там где касается ракопростаты щитовидной железы в общем там где опухоль не смертельна там это можно называть как-то по-другому и вот я уверен что в ближайшие месяцы пройдут какие-то может не месяцы а годы но исследования покажут что когда рак перестанет называться раком смертность от него резко сократится и станет понятно что роль слова в исцелении человека очень велика то есть люди когда слышат это слово они просто программируют себя на уничтожение от страха так же точно так же как огромная избыточная смертность от ковида-19 была запрограммирована той гигантской паникой индуцированным психозом который создали мировые элиты ну уж когда ты начинаешь кашлять а тебе говорят что ты сейчас умрешь и из-за тебя еще умрет там человек 100 ну можно себе представить в каком состоянии находится человек если он не готов к такому потрясению психологически а большая часть населения земли не готова особенно в развитых странах то точно так же и здесь наконец вот мой тезис о том что психосоматика станет ключевой отраслью медицины а психотерапевт врачом первичного заведения мне кажется в этом направлении мир начинает движение и в этом смысле то что мы узнали на этой неделе о раке и намерение его переименовать в ряде случаев весьма симптоматично ну Стас я тут тогда добавлю в эту же корзину а с чем занимается ВОЗ когда там в Довосе докладывает о том что еще нет страшного заболевания икс но скоро уже будет ждите ВОЗ оправдывает собственную нужность особенно перед угрозой прихода Дональда Трампа в Белый дом поскольку в прошлый раз Дональд Трамп уже почти лишил ВОЗ финансирования официально но не успел пришел Джозеф Байден и вернул финансирование а сейчас выбор не за горами ВОЗ беспокоится что его ненужность вновь выйдет на поверхности надо как-то подкраховаться заранее постелить соломку и запугать человечество еще не существующей эпидемией финальное стихотворение что это сегодня нам приготовил какой сюрприз турне по украинской классике и на этот раз долгожданный давно у нас не было к сожалению к стыду моему Александр Михайлович Кабанов стихотворение из недавно вышедшей в Израиле его книги с гениальным названием Исходник все названия гениальные не говоря уже о содержании и то стихотворение которое сейчас прочту там много библейских мотивов у Кабанова вообще особенно в последние годы но в чем не ярко выраженных не декларируемых библейских мотивов а подразумеваемых что делает возможно их использование еще сильнее явление народу и здесь вот это стихотворение которое описывает которое в общем-то дает ответ на вопрос счастлив ли умирающий младенец и когда он умирает мы плачем по младенцу или по себе по самим себе потому что нам такой счастливой участи не досталось во враге на холме я спал в огромном доме наполовину пуст наполовину пол я книгами топил камин в кубинском роме и слышал шелест волн и слушал шелест волн его перебивал то монотонный зумер дверчков в кустах то эхо от вины как все же хорошо что так внезапно умер что не до сейчас я сбился смонтируем как все же хорошо что так внезапно умер что не дожил мой папа до войны иначе бы он выл как старая собака от боли под обстрелом без лекарств ферсонской оккупации страдающий от рака но взял его господь в одно из лучших царств иначе бы он знал как могут эти суки со смехом убивать насиловать и сжечь но взял его господь как мальчика на руки как сына своего от муки уберечь и вспомнил я сейчас в апреле на изломе весны когда мы все обожжены войной про папу своего когда я спал в роддоме он плакал надо мной он плачет надо мной Александр Кабанов это мое любимое кстати говоря спасибо большое встретимся до встречи ура